Улицу Целинную сейчас можно проехать всего за пять минут, а еще полгода назад сделать это было нереально, говорят местные водители. Тогда дорога выглядела как после бомбежки. Машины ехали со скоростью движения пешехода, а на некоторых участках и того меньше. Когда стало ясно, что ремонтировать трассу в рамках подготовки к Олимпиаде не будут, местные жители отчаялись. Говорили, остались у разбитого корыта, а точнее дороги. Но в конце лета на Целинной появилась дорожная техника. Ремонтировали Целинную по городской программе. Работы обошлись в 30 миллионов рублей. Привели в порядок более 2,5 километров дороги, возвели и опорные стены. А жители улицы Пятигорской только ждут ремонта своей дороги. В некоторых местах глубина ям здесь достигает 30 сантиметров. И объехать такое просто невозможно, так как разбита дорога практически по всей ширине. Перед таким препятствием сбавляют скорость не только внедорожники, но и даже тяжелая техника. А ведь эта дорога – важное звено в транспортной схеме курорта. Ею пользуются не только жители Пятигорской, но и автовладельцы микрорайона Светлана. Трасса соединяет эту часть города с дублером курортного проспекта. Обещали в этом году сделать, но все на том же месте, как мы видим. Пятигорская действительно стояла в планах ремонта на 2014 год. Это подтверждают и в муниципалитете. Улица Пятигорская тоже планировалась в этом году, но мы ее не стали ремонтировать. Почему? Потому что там планируется проведение работ нашим водоканалом. Прокладка водовода протяженностью порядка 1100 метров. Насколько я знаю, оно планируется очень долго уже и до сих пор ничего не сделано. Какие меры мы предприняли к тому, чтобы водоканал приступил, а мы завершили работу? Есть даже документ, письмо с водоканала с приложением Рафика, в котором отражено, что работы должны быть закончены. Могу вам его показать 28 декабря этого года. Я прошу вас взять под особый контроль. Если вы будете видеть, что водоканал очередной раз не выполняет свои обязательства, нужно будет обязательно их пригласить ко мне. Глава города поставил задачу. До середины 2015 года Пятигорская должна быть отремонтирована. Какие еще улицы курорта в следующем году попадут под асфальтоукладчик, станет известно через две недели. Все зависит от депутатов, которые на одной из ближайших сессий городского собрания будут решать, какую часть муниципального бюджета направить на ремонт трасс-курорта. К примеру, в этом году сумма составила почти 250 миллионов рублей. На эти деньги удалось отремонтировать 83 улицы.